В Кировском округе полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах. По версии следствия, этот мужчина орудовал в домах своих знакомых. В полицию обратился родственник этой пожилой женщины и рассказал, что из квартиры исчез телевизор. Полицейские установили, что замок входной двери не поврежден, а 72-летняя пенсионерка постоянно находится дома. Говорит, посторонних в квартире никогда не было. Однако недавно исчезли запасные ключи. Оперативники выяснили, что в гости к внучке стал захаживать мужчина. Его личность установили. А МИЧ оказался ранее неоднократно судим. По версии следствия, он-то и мог взять ключи. И когда в квартире никого, кроме бабушки, не было, беспрепятственно зашёл и вынес телевизор. А вы его раньше видели? А я вообще его не видел. Как я могла увидеть его? Он там в комнате. И зашёл, я начал кричать, и он, видимо, может быть, испугался, выдернул. Телевизор поддаться. А пластик, врачу он, телевизор. Д руки взял и всё. Слушай, моментально он вышел. Оперативники отработали возможные места сбыта и обнаружили пропавший телевизор в одном из ломбардов. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признался, что похитил ключи он. По данному факту, следователь возбудил уголовное дело. А в чём вас обвиняют? Кража. Какой? В такой он стал. Камеру убить. Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям. Все потерпевшие были хорошими знакомыми, а меча. В одном случае, после совместного распития спиртного, хозяин квартиры уснул. Подозреваемый воспользовался случаем и похитил телевизор. Прихватил набор косметики. Общая сумма ущерба тогда составила 60 тысяч рублей. В квартиру на улице Дианово, где проживает другой приятель задержанного, мужчина проник, взломав замок. Он точно знал, что хозяин в командировке. С собой злоумышленник унёс сабвуфер за 3 тысячи рублей. Недалеко от Омска, в селе Приветное, горел частный двухквартирный дом. Пожар снял на видео один из очевидцев и выложил в соцсети. Пожарных вызвали соседи. На место выехали 17 спасателей на четырёх машинах. Бойцам МЧС очевидцы сообщили, что внутри могут быть дети. Пожарные вынесли из дыма двух ребятишек. Взрослых дома не было. С огнём удалось справиться и не допустить перехода пламени на соседние строения. Однако дом придётся восстанавливать. Крыша сгорела полностью. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. А это фото из Азовского района, деревня Круч. Дом на 100 квадратов сейчас совсем не пригоден для проживания. Предварительно причиной пожара стала молния. Грозовые разряды угодили прямо в жилое строение. Всё, что могло сгореть, сгорело. Крыша, крыльцо. Остался только кирпичный скелет. Обнаружили пожар поздно. На место выезжали три пожарных автомобиля и пять человек личного состава МЧС. Помогала добровольная пожарная команда. Всего за вчерашние и сегодняшние сутки в регионе произошло 34 пожара. Николай Кожевин рассказывает, как мальчика лет 10 смыло волной с набережной в Иртыш. Мужчина рыбачил неподалеку. Ребенка стало уносить течением. На счету была каждая секунда. Николай прыгнул в воду и стал выталкивать мальчика из-под воды. Ребенок успокоил его. Говорит, дружок, успокойся, всё нормально будет. Сейчас мы потихонечку поплывём, мы доплывём. Ребенок успокоился, вёл себя спокойно, потом уже держался просто за меня. И мы с ним так потихонечку плыли, плыли вдоль, смотрю на площадки. Сколько пробыли в воде, Николай точно сказать не может. Минут 10-15. Проплыли метров 30. Но самые сложные в жизни. На верху, на набережной женщина всегда подавала голос, спрашивала, как мы там себя чувствуем, как мы плывём. Потом меня маленько там затянуло под набережной, очень трудно было, потерял очень много сил. Когда я выбрался из-под набережной, у ребенка опять страх был в глазах. То есть, ну и у меня маленечко страх появился, потому что очень сложно было выплыть оттуда, из-под набережной выбраться. Течение затягивало, очень много сил потратил. И крикнул женщине, чтобы подала удочку. Вспомнил про удочку, что у нас удочки есть. Вспомнил про удочку и крикнул женщине, чтобы она подала мне удочку. Она подала, держала меня за эту удочку, я дышался. Потом услышал голос мужчины, что я ей говорю, что нужно притягивать меня к выходу туда. Думаю, что плыть, если их можно протянуть. У нее не получалось, что женщина это. Потом подошел мужчина, она объяснила мужчине, мужчина протянул меня с парнишкой к выходу туда, к лестнице уже вниз. Там парнишку утащили из воды, парни подошли, молодые подбежали. И мне помогли вылезти из воды. Все произошло 26 июня на Иртышской набережной в районе бульвара Победы. Об этой истории со счастливым концом стало известно лишь сейчас. Однако не всегда на воде рядом оказывается спасатель. МЧС фиксирует, в этом году утонули 20 человек. Все травмы, вся гибель произошла на несанкционированных местах для купания, на озерах. В местах, где оборудованы пляжи, за последние 7 лет ни одного факта гибели людей не зарегистрировано. Сейчас в управлении МЧС России по Омской области готовят материалы для награждения Николая Кожевина медалью за спасение утопающих. Мальчик был как бы маленечко не в себе, все равно эмоционально. Я спросил, как его зовут. Он сказал, что Женя. И все, больше не виделись. Нет, он еще так. Я спросил, где он далеко живет. Он сказал, нет, недалеко. Я потрепал его по голове. Я говорю, ладно, Женя, что поживем мы с тобой в Мальчике. На межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди субъектов Сибирского федерального округа, которые проходят в эти дни в Новосибирске, команды преодолели 100-метровую полосу с препятствиями. Это сложный этап, требующий от спортсменов особой концентрации сил, скорости и ловкости. Сразу после старта двухметровый забор. Преодолеваешь и бежишь дальше с двумя пятикилограммовыми пожарными рукавами. Победители наградили сразу же. На стадионе у Мечей среди наград золото и серебро. Финальные состязания и закрытие соревнований пройдут уже завтра, 5 июля. Редактор субтитров А.Семкин